Вообще я аллергик, у меня есть аллергия на березу и я приобретаю средства, дополнительные антигистаминные препараты для того, чтобы помочь себе в этот период. Чешутся глаза, слезятся и закладывают нос. Обычно на цветение, либо на ночь собак. У меня есть подружка, у нее на пыльцу аллергия. Каждый раз, когда весна наступает, ее полностью обсыпает, дышать не может. Мне кажется, все сталкиваются, либо напрямую, либо косвенно. Насморк, слезы текут. Страдать от аллергии 7-летний Кирилл начал еще в двухлетнем возрасте. Как раз в то время ситуация в его семье была напряженной. Мама с папой оказались на грани развода. Заболевание проявляло себя по-разному. Покраснение кожи, зуд, а иногда и вовсе трудности с дыханием. Таблетки лишь ненадолго помогали снять симптомы, вспоминает мама мальчика Алина Калашникова. Поняв, что истинная причина заболевания кроется в психологическом состоянии ребенка, Кирилла записали на лечение к специалисту. Сегодня он ведет полноценную жизнь. А молодая мама, как практикующий психолог, делится своим опытом, помогая пациентам справляться с такими сложными ситуациями. Первое, что рекомендую, обратиться к психологу. И это основной метод лечения. Второе, это здоровый образ жизни, укрепление иммунитета, обязательно правильное питание. Потому что сейчас очень много соблазнов, особенно вкусняшек для детей. И третье, я бы порекомендовала такой метод, как биорезонансная терапия. В Самаре он уже достаточно известный, и есть специалисты, к которым можно обратиться. В Самарской области распространенность аллергических заболеваний достаточно высокая. Ей страдают порядка 400 тысяч человек. Летом чаще всего возникает реакция на пыльцу сорных трав, полынь, лебеду, амброзию. Эти растения можно встретить во дворах домов и парках нашего города. Часто первое проявление болезни путают с обычной простудой. Если у человека из года в год в одно и то же время возникают совершенно идентичные симптомы, то, скорее всего, это все-таки не простудные заболевания, а аллергии. С одной стороны, надо облегчить состояние больного как можно быстрее. И есть такой достаточно уже древний метод лечения, называется аллерговакцинация. Этот метод лечения позволяет, в общем-то, минимизировать симптомы заболевания, а в некоторых случаях даже полностью излечить от аллергии. Если аллергию не лечить, то со временем заболевание может перейти в более тяжелую форму – бронхиальную астму. А это уже довольно серьезное заболевание, которое требует постоянного наблюдения у врача и более серьезной медикаментозной терапии. Так что лучше позаботиться о своем здоровье заранее. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Максим Гусев, Николай Сидоров. События.